Как известно, в Казахстане было предложено во время карантина использовать 10% пенсионных накоплений. Причина заключается в том, что ситуация с коронавирусом сдерживает развитие социальной экономики. Сейчас многие предприятия прекратили свою деятельность. Везде идут сокращения. Что делать людям, которые остались без дохода? Нельзя ли использовать в данное время хотя бы часть трудовых накоплений на старость? Подробнее в сюжете. На днях председатель Общественного совета Единого накопительного пенсионного фонда Евгений Сипульник внес предложение об использовании вкладчиками 10% накоплений в период кризиса. Ситуация заставляет хотя бы в этот момент изменить отношение к накоплению на старость и посмотреть на них как на способ помочь нашим гражданам бороться со своими финансовыми проблемами. Иными словами, я предлагаю задействовать деньги вкладчиков в размере 10% от накоплений ранее выхода на пенсию. Несмотря на то, что большую часть населения обрадовала инициатива Сипульника, Общественный совет данного фонда не поддержал своего председателя. Члены совета отметили, что проблемы, вызванные чрезвычайным положением, не могут быть решены за счет пенсионных накоплений граждан. А про то, что необходимо рассмотреть механизм выдачи части пенсионных накоплений на определенные цели гражданам, говорил президент Касымжумар Тукаев осенью прошлого года. Правительству совместно с Нацбанком следует провести серьезную работу по повышению эффективности пенсионной системы. Сейчас работающему человеку пользоваться пенсионными накоплениями можно только после выхода на пенсию. Но понятно желание людей использовать эти средства еще до выхода на пенсию, поручая правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений, например, для покупки жилья или получения образования. После этого заявления Министерство труда и социальной защиты начало работать над этим вопросом. Но у нас в стране на счету подавляющего большинства казахстанцев немного сбережений и мало тех вкладчиков, которые смогли бы получить часть пенсионных накоплений. Поэтому все еще не найдено решение данной проблемы. В нашей стране право на выплаты из пенсионного фонда имеют люди, достигшие пенсионного возраста, инвалиды 1 и 2 групп, если инвалидность установлена бессрочно, а также лица, выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан. Если вкладчик ушел из жизни, то деньги выплачиваются наследником вкладчика. Предложение Сейпульника о досрочной выплате 10% накоплений в связи с чрезвычайным положением не соответствует нормам закона о пенсионном обеспечении, когда можно получить финансовые накопления, если человек не достиг пенсионного возраста. В прошлом году этот вопрос был озвучен в послании президента народа Казахстана и был адресован правительству для рассмотрения. В настоящее время не принято никаких решений по этому поводу. Как прожить человеку без денег, без крыш над головой? Кроме того, и введенный карантин из-за опасной эпидемии внес свои трудности. Те, кто снимает жилье, хотят приобрести квартиру, но их дохода хватает только на ежедневные нужды. Правильно ли использовать накопленные пенсионные деньги на старость в данное время? Мнения жителей разделились. Казахстан И в такое сложное время, я думаю, что нужно выделять всем. Но насчет этого я, конечно, не думала. Но, во-первых, дожить бы. Да, еще не найден оптимальный вариант ответа на вопрос. Использовать эти пенсионные накопления сейчас или лучше думать о будущем. Продолжение следует...